С итогами дня программа «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Здравствуйте! Главной темы выпуска. Продолжение следует... 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 В связи с тем, что празднование 1 мая совпало с праздником Святой Пасхи, в Приднестровье мероприятия, посвященные Международному дню солидарности трудящихся, прошли раньше обычного. О том, как отметили 1 мая в Григориополе и Рыбнице, расскажет Елена Костелей. Занесение на доску почета – это знак отличия и благодарности со стороны государства, широкое общественное признание. По итогам ежегодного конкурса 22 человека из различных организаций Григориопольского района стали примером для молодого поколения. Среди тех, чьи фотографии занесены на доску почета – рабочие инженеры, медицинские работники и бухгалтера, труженики аграрного комплекса, предприниматели, педагоги и работники культуры. Но праздник 1 мая запомнился не только этим. Например, в Рыбнице день солидарности трудящихся совпал с открытием летнего спортивного сезона. На городском стадионе наградили лучших спортсменов и провели соревнования для всех желающих. Праздник спорта начался с торжественного шествия не только чемпионов, но и всех любителей здорового образа жизни. Круг почета сделали председатель спортивных секций и предприятий города. В Рыбнице спортом занимается более 300 тысяч человек. Только за прошлый год рыбничане привезли из различных соревнований 145 золотых медалей. Я рад тому, что сегодня происходит открытие спортивного сезона. И рад тому, что администрация и управленческий состав металлургического завода, а также профсоюз завода стимулируют спортивную жизнь работников. И это достойный пример для молодежи, когда они видят, что люди взрослые находят время для спорта, для занятия собственным телом. После спортивные клубы города провели показательные выступления. Андрей Вильг занимается каратэ более 10 лет. Сегодня их группа демонстрирует технику ударов. Неподготовленный человек не сможет разбить черепицу или доску. Это кажется, что очень легко. На самом деле это надо тренировать руки. Неподготовленный может себе сломать руку. На городском стадионе прошли соревнования по различным видам спорта. Футбол, шахматы и армрестлинг. Попробовать свои силы смогли не только профессиональные спортсмены, но и все желающие. С открытием летнего сезона спортсмены будут заниматься не в душных залах, а на свежем воздухе. Елена Костелин, Наталья Берзан, Татьяна Семенюк и Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал. Откровенный разговор в преддверии 1 мая состоялся между лидерами профсоюзных объединений Дубосар и руководством города. Какие вопросы поднимались и что включили в резолюцию, знает наш корреспондент. Профсоюзы Дубосарского района сегодня это более 4000 человек. Самые многочисленные профсоюзные организации зарегистрированы в Дубосарской ЦРБ, Управлении народного образования, коммунальных предприятиях. В преддверии 1 мая их лидеры, а также руководители крупных партий и общественных организаций собрались, чтобы привлечь внимание общественности и руководства района к основным проблемам, а также обсудить достижения. Наша отрасль, несмотря на сложнейшее экономическое положение, которым оказалось наше государство, за последние 4 года сделала очень серьезный большой шаг вперед. Государство нашло формы для финансирования очень серьезных проектов. Высокотехнологические методы медицинского обслуживания стали доступны гражданам. Вопрос к другому, что не всегда приемлемо по цене. Второй вопрос, который волнуют трудовые коллективы, это погашение задолженности по зарплате и экономическая ситуация в целом. Снижение налоговых платежей привело к этим задержкам. Даже сегодня, если вы видите, что снижение налоговых платежей точно так же продолжается и идет сегодня на уровне правительства и уже Верховного Совета соглашение. Я надеюсь, что закон уже будет подписан в ближайшее время президента. И как вы видите, что сегодня уже не внутренние источники, а внешние источники идут заимствованы для того, чтобы произвести расчет из бюджетника. Говорили на встрече и о напряженной ситуации в обществе, а также задачах профсоюзных организаций. По мнению лидеров профсоюзных объединений, в создавшихся условиях они изменились. Основная наша задача это усилить роль профсоюзов на сегодняшний день в социальном партнерстве, конкретно с государственной администрацией, потому что мы заключаем соглашение. И поменять, соответственно, отношение всех членов, потому что кое-кто говорит, вот я в профсоюзах уже 30 лет, допустим, а мне профсоюз ни разу не дал материальную помощь, не выделил путевку. Я всегда говорю, ну вы должны радоваться этому, что вам оно не нужно было, да, но благодаря вашим взносам вы помогли кому-то другому. Фонд социального страхования на сегодняшний день он государственный и он не резиновый. Результатом встречи стала резолюция. Оно призывает к консолидации общества и ветвей власти для решения главных проблем государства. Елена Костеленджела Каранчук и Семен Баланко. Первый Приднестровский телеканал. Приднестровский совет ветеранов распространил обращение к общественным организациям и политическим партиям республики. Оно касается мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая. Мы обсудили эту ситуацию и пришли к выводу, что надо непременно обратиться ко всем партиям и не партиям, общественным движениям, организациям с тем, чтобы этот праздник был по-настоящему праздником участников Великой Отечественной войны. И не обращать никакими лозунгами, выкриками, какими-то знаменами, транспарантами, которые не в тему, то есть не по поводу Великой Отечественной войны. По словам председателя Совета ветеранов, примеры использования всеми любимого праздника для расшатывания политической обстановки можно видеть в соседних с нами государствах. Не допустить осквернения памяти Великой Отечественной. Главная цель просьбы о неиспользовании партийной символики и лозунгов на мероприятиях 9 мая. 23 апреля 1992 года террористами группы «Бужор» в личном автомобиле был расстрелян председатель Совета народных депутатов Слободзейского района Николай Стапенко. Через неделю от сильных ранений один из основателей Приднестровья скончался в больнице. Почтить его память у могильной плиты в Террасполе сегодня собрались друзья и соратники Николая Стапенко. Его мечты сбылись. Приднестровская Молдавская республика сегодня существует, у нее большое будущее. И, конечно, мы должны работать больше с молодым поколением, чтобы знали историю, помнили таких прекрасных людей, как Стапенко Николай Иванович. Решедшие сегодня не раз отмечали. Несмотря на то, что Николай Иванович знал о том, что на него велась охота, это его не испугало. Он ни на миг не переставал следовать своим идеалам и отстаивать интересы молодой республики. Другим темам. В Террасполе прошел научно-практический семинар для акушеров и гинекологов. Чтобы обсудить актуальные профессиональные вопросы, на встречу с ведущими российскими специалистами прибыли около ста приднестровских медиков. Тему продолжит Ольга Гаврилова. Светила медицинской науки России в области акушерства и гинекологии. Виктор Родзинский и Сергей Априсян делятся своим опытом и новейшими современными методиками с приднестровскими специалистами. Главный врач Республиканского центра матери и ребенка назвала большой удачей для акушерско-гинекологического сообщества Приднестровья то, что в нашу республику приехали специалисты такого высокого класса. С помощью таких специалистов, как Игорь Евсеевич, наша наука движется вперед. Профессор Априсян является также сотрудником его кафедры Университета дружбы народов и одновременно заместителем главного врача 36-й больницы имени Иноземцева. Ко всем своим знаниям большим как профессора он обладает большими профессиональными данными. Он практикующий врач. С практикующим врачом Сергеем Априсяном приднестровские специалисты обсуждали, в каком положении лучше рожать и откуда пошла традиция на горизонтальные роды. Профессор Априсян отметил, что в России женщины все чаще предпочитают при появлении на свет малышей вертикальное положение. И это вполне объяснимо, говорит специалист. А сейчас на гребне волны поднялась тема вертикальных родов. Их естественности и физиологичности по сравнению с классической позой родов лежа на спине. Вертикальные роды. Вот в первом периоде родов роженица предполагается полная свобода действия абсолютно. Она может стоять, ходить, полусидеть, сидеть на креслах, висеть на мужех, плавать при наличии такой возможности. И она сама выбирает ту позу, ту положение, в котором ей удобно переживать схватки. На семинаре говорили не только о медицинских достижениях, но и о проблемах. По словам профессора Радзинского, есть как минимум два негативных момента. Это перинатальная смертность и преждевременные роды. Также российский специалист еще раз напомнил, что беременность – это не болезнь, а естественное состояние организма. И употреблять беспорядочно всевозможные лекарства и бесконечное число поливитаминов категорически нельзя. Правда заключается в том, что доказательную базу уровня А1, это самый высокий уровень всемирной доказательности, имеет фолиевая кислота. Так вот, прием фолиевой кислоты, подчеркиваю, до беременности, а не во время ее, достоверно, на 93% снижает эти дефекты. Не родятся дети, которые, если даже выживут, будут инвалидами до конца своих дней. Также, по словам профессора Радзинского, до беременности показаны и витамины группы А и Д. Они помогают организму быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Говоря о нашей республике, российский специалист отметил, что в Приднестровье очень хорошо развита акушерская вертикаль. За последние годы здесь уменьшилась перинатальная смертность, а родов не становится меньше. В 2015 году только в Террасполе их зарегистрировано 2070 и более 5000 по республике в целом. То есть, те установки, которые исходят от главного специалиста, от Минздрава, может быть, благодаря небольшой территории и небольшому контингенту, очень хорошо притворяются в жизни. Это был первый визит российских специалистов в области акушерства и гинекологии такого высокого уровня в Приднестровье, но точно не последний. Кроме того, сотрудничество продолжится на базе выездных курсов. Ольга Гаврилова, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал. В преддверии главного христианского праздника – Святой Пасхи, а также Дня Великой Победы, сотрудники арбитражного суда и Министерства финансов вышли на республиканский субботник. В этом году общими силами сотрудников ведомства удалось облагородить территорию республиканского специализированного дома ребенка, а также близлежащую территорию возле самого здания Минфина. Сотрудники арбитражного суда под руководством председателя Марии Мельник в этом году решили не просто очистить территорию от мусора, но и подарить хорошее настроение маленьким воспитанникам республиканского дома ребенка. С помощью кисточек и красок детская площадка преобразилась. Мы видели, что, наверное, нужна наша помощь. И мы с удовольствием сегодня покастили несколько грибочков, побелили. Ну и надеемся, что детям будет приятно быть в ярких условиях. Обычно у нас субботник проводится около нашего здания. Убирали вот до этого берег реки Днестре, но в этом году решили сменить обстановку, решили помочь маленьким деткам, чтобы им было приятно на таких красочных скамейках, красочных грибочках радоваться, играть и получать хорошее настроение. А в остальном план работы все тот же. Побелка бордеров, уборка мусора, борьба с сорняками. Работники Министерства финансов также облагораживали близлежащую территорию ведомства. Также сегодня приняли мы участие в субботнике, который проходил в школе-интернате для глухих и позднеглухших детей. Это наше подшефное учреждение, которое расположено в городе Бендеры. Мы выезжаем на мемориал славы, это было по улице Коммунаров, городской стадион. В общем, мы посильно, хоть и вносим свой вклад в благоустройство нашего общего дома, нашей республики, нашего города. Традиционное эстетическое преображение улиц, мест культурно-массового отдыха в городах и районах проходит по всей республике два раза в год. В субботнике задействованы все организации структурных подразделений и ведомств. Елена Костерей, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал. В период пасхальных праздников и дней поминовения усопших будет действовать упрощенный порядок пересечения государственной границы Приднестровья. Согласно распоряжению президента Евгения Шевчука, данный порядок будет действовать с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2016 года в отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики, Республики Молдова, Украины и Российской Федерации. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, а также граждане, проживающие на территориях, прилегающих к границам Приднестровской Молдавской Республики, пересекают границу на основании документов, удостоверяющих личность, к которым относятся и внутренний паспорт, и заграничный. Упрощенный порядок пересечения границы для граждан и транспорта будет действовать на следующих пунктах пропуска. Водотурково-Шершенцы, Валядынка-Загнитков, Плодь-Крутые, Виноградные-Новые-Бутеры, Грушка-Немировка, Красный Октябрь-Вертюжаны, Рашково-Вадул-Рашково, Цибулевка-Цехановка, Тея-Калфа. Столичная госадминистрация информирует горожан и гостей города об ограничении движения автотранспорта в связи с празднованием Пасхи. 30 апреля с 21.30 до 7 утра 1 мая будет ограничено движение автотранспорта на улице Шевченко от Карла Липнихта до улицы Розы Люксембург, на улице Карла Маркса от улицы Чкалова до улицы Шевченко и на улице Краснодонской от улицы Мира до улицы 20-го портсъезда. Также в Террасполе будет ограничено движение 4 мая с 15.30 и до 19.00 по улице 25 октября на участке от улиц Манойлова до переулка Энгельса в связи с проведением тренировки к параду, посвященному празднованию 71-й годовщины Великой Победы. 7 мая движение будет закрыто с 8 до 11 часов по улице Синева от улицы Мира до Театральной площади. Далее по улице 25 октября до переулка Энгельса. 9 мая на время проведения парада движение по улице 25 октября будет перекрыто с 6.30 от улиц Шевченко до Мира, а с 8 утра от Театральной площади. Также в этот день будет ограничено движение троллейбусного транспорта по центральной улице столицы на время проведения торжественных мероприятий. Весь общественный транспорт, который ездит по данным улицам, перейдет на резервные маршруты. Госавтоинспекция просит автолюбителей заранее выбрать объездные маршруты, а также места парковки транспортных средств. Праздничный стол в Пасху должен быть в каждом доме. С таким посылом в преддверии праздника волонтеры движения Янг Каритас организовали акцию, которая стартовала в канун Вербного Воскресения. Приднестровцам предлагали поучаствовать в благотворительности и украсить праздничный стол в домах, где нуждаются в помощи. Предлагали купить 1 килограмм продуктов и пожертвовать нашим волонтерам, которым мы это все собрали и уже на базе рассортировали по различным пакетам. Люди очень были отзывчивы, очень позитивно настроены и открыты были на нашу акцию. Поэтому мы собрали 450 килограмм продуктов, за что огромное спасибо жителям нашего города и гостям, кто принял в этом акции участие. Мы хотим вам пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья. И чтобы в Пасхальный день у вас на деталях тоже был праздник. И вам, организаторам, и просто вам, волонтерам, огромное спасибо. Собранную благотворительную помощь разделили на 70 продуктовых пакетов и их раздали нуждающимся многодетным семьям, инвалидам, участникам боевых действий и одиноким пожилым людям. Выпуск продолжит спортивный обзор. Столичный футбольный клуб провел очередную игру в рамках чемпионата Молдовы, а в Террасполе завершился чемпионат Приднестровья по волейболу среди юношей. Подробностью Вадима Гачкова. В чемпионате Молдовы по футболу прошли матчи 24-го тура. Терраспольский шериф на своем поле принимал Бельскую Зарю. Хозяева на матч вышли с тремя нападающими. Эта тактика дала плоды в конце первого тайма, когда отличился Даниэль Суботич. Сегодня все получилось так. Три нападающие играли очень хорошо. Суботич, Балима, Иванчик. И мы сделали хороший прессинг с Акадуаном, Сейдуаном и Гораном. И команда играла очень хорошо. В начале второго тайма бомбардирский счет пополнил Бенджамин Балима. А окончательный результат установил Раду Генцарь. Терраспольчане побеждают 3-0. Отставание отдачи по-прежнему 3 очка. Кишиневцы в 24-м туре переиграли Динамо Авто со счетом 4-1. Между тем завершился чемпионат Приднестровья по волейболу среди спортсменов до 15 лет. В турнире приняли участие 4 команды. За главный трофей в решающем матче боролись коллективы из Террасполя и Дубосар. В первом сете в упорной схватке победили дубосарцы. Они же были лучше и в оставшихся партиях. Террасполь был повержен со счетом 3-0. Дубосарская команда до 15 лет чемпионы Приднестровья. Мы провели три игры. Самые интересные были это Паркан и Террасполь. Это очень сильные команды. Мы их уважаем. И для нас честь было их победить. В матче за бронзовые награды встретились команды Паркан и Бендер. Здесь отметились победным результатом волейболисты из Паркан. Они заняли третье место на пиде стали почета. Вадим Гачков, Игорь Харламов и Александр Чабан. Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости. Все материалы есть на сайте нашего телеканала. Прямо сейчас о погоде на завтра. 1 мая в Москве малооблачно, ночью плюс 7, днем плюс 17. В Киеве облачно с прояснениями, ночью плюс 10, днем плюс 19. В Кишиневе малооблачно, ночью 12, днем 21 градус тепла. В нашей республике, по информации Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха по северу республики ночью плюс 6, плюс 8, днем 20-21 выше нуля. По югу ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. Последующие сутки без осадков, температура воздуха существенно не изменится. Спонсоры медиа-выпуск в сети магазинов бытовой техники «Хай-Тек». Праздник начинается с подарка. В сети магазинов «Хай-Тек» акция. Покупая любую стиральную машинку «Самсунг», вы получаете гладильную доску в подарок. «Хай-Тек» и «Самсунг». Мы любим делать подарки. Такими событиями запомнился этот день. С вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на Первом Приднестровском и с праздником вас Святой Пасхи.